Приветствую вас дорогие любители творчества. Добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта, комфорта, хорошего настроения. С вами Елена Сидникова. Очень давно не было видео на моем канале. Были на то причины. Не буду сейчас о них. А хочу поговорить о вас, мои дорогие подписчики, гости канала. Мне очень-очень приятно ваше волнение, куда я пропала, что со мной происходит. И именно эти комментарии меня подхлестнули, что все-таки нужно показаться, несмотря ни на что, и поделиться с вами готовой работой, которую я вязала своему любимому к дню рождения. Конечно же, не успела. Буквально несколько дней назад завершила эту работу с опозданием. Где-то в две недели ко дню рождения. Но думаю, что он не слишком обиделся. В общем, кардиган без пуговиц, который я назвала Аквамарин, готов. Итак, сегодня покажу, как эта вещь сидит на лёшике. Сейчас покажу, как выглядит на столе, о некоторых тонкостях и нюансах, конечно же. Расскажу о пряже, о спицах. В общем, поехали. Итак, пряжу для этого проекта мне предоставлял магазин Бобин. Проверьте, пожалуйста, возможно и сейчас действует 10% скидка для вас. Зайдите в магазин Бобин, наберите промокод Ситникова большими латинскими и, возможно, сэкономите ваши деньги. Итак, пряжа Альпака Вул. Пришлось докупать мне один моточек. Было у меня её 500 грамм, но не хватило. Я докупала моточек, конечно же. Переживала, что будет другая партия и будет как-то видно различие в цвете. Но мне повезло, никакого различия. В общем, всё чётко, всё хорошо. Всё, как говорится, совпало. Все пазлы совпали. И этому я рада. Вот что осталось от этого докупленного моточка. В общем, 50 грамм. Кардиган весит 550 грамм. Давайте немножко о пряже. Пряжа Альпака Вул. Вита. Значит, здесь потрясающий состав. 40% Альпака, 60% Шерсть Ластер. То есть, мягкая. Значит, 300 метров в 100 граммах. Рекомендуемый крючок 2,5, спицы 3,3,5. Я вязала этот кардиган двумя номерами спиц. Основные спицы это вот от Ади 2,75. Достаточно тонкие спицы и как бы непривычно было для меня вязать такими спицами. Но судите сами, насколько это аккуратно у меня получилось или не получилось. Конечно, где-то присутствует рядность. Но в целом мне нравится то, что получилось. И вторые спицы, которыми я вязала резиночку, это китайские спицы. Я их очень люблю. Самые тонкие. Ну, вот двойка, наверное, из этого китайского набора. Здесь, по-моему, 11 пар спиц. Покупала на Алиэкспресс. Что-то 500 рублей, по-моему, стоил этот набор. Я очень люблю эти спицы. Они на тросики. Рекомендую. Где-то у меня даже есть видео по поводу обзора этих спиц. Итак, значит, про спицы рассказала. Что еще, про какие нюансы. Значит, пряжа немножко колется. И, вы знаете, после стирки я стирала в специальном порошке, жидкий порошок, дрефт. В общем, его сейчас не выпускают. И хочу поделиться одним секретом. Я не делала ополаскивание. То есть, я развела этот порошок в воде. Я окунула, значит, кардиган. И просто помяла. И без ополаскивания все это дело отжала и высушила. И каково же было мое удивление, что кардиган практически ушла колкость. Я не знаю. Может быть, вот секрет в этом. Я просто решила попробовать и проэкспериментировать. Так что, возьмите себе на заметку, попробуйте не ополаскивать ваше изделие после стирки. Ну, вот сейчас, у кого, конечно, гиперчувствительная кожа, может быть, вам не подойдет эта пряжа. Но, уверяю вас, я примеряла его на себя просто на голые плечи. Мне совершенно вот не колется. До стирки ощущения были, ну, колкость такая, существенная была. Так что, если понравилась эта вещь, если вам нравится, вот как выглядит пряжа в изделии, попробуйте связать что-то, ну, я не знаю, то, что можно носить на какую-то одежду, не на голое тело. Потому что, боюсь, что если гиперчувствительная кожа будет колоться, и вы меня потом будете ругать. Это просто от меня вам совет. Итак, 550 грамм весит этот кардиганчик. Как вы видите, кардиган без пуговиц. Вот, не знаю, Лешику не очень это нравится. Он как-то все больше по старинке. Ну, в общем, это, наверное, моя ошибка. Нужно было все-таки пуговички сюда впендюрить. Но, есть вариант сделать его на кнопках. Возможно, я найду подходящие кнопки, и тогда просто их сюда пришьем. Итак, по спицам рассказала, расход рассказала. Кардиган вяжется абсолютно без всяких расчетов. Это очень-очень удобно, потому что я не люблю вот эти все расчеты, регланных линий, там, ширина, длина. Очень просто. Начинается вот отсюда вязание вот с этой планки. Планка вяжется здесь у меня на трех, ой, на тринадцати петлях. Здесь резиночка. И набором джуди набираем эти тринадцать петель. Вяжем резиночку в одну, потом в другую сторону. Вот до этого места. То есть, захватываем, меряем длину до места, вот, регланы, второй регланной линии. Если первую считать по спине. То есть, вот это расстояние мы вяжем в одну и в другую сторону, вот отсюда сюда, и отсюда, естественно, в другую сторону. Потом просто распределяем петли, выделяем две петли на регланную линию, можно одну, но у меня здесь, вот, вы видите, две петельки. Это те, которые константа, и потом идут прибавки с одной и с другой стороны. Внедряем сюда любой рисунок, можно без рисунка, можно просто лицевой гладью сделать вот здесь. Вот, ну, я решила украсить, вот, рукавчик, вот таким вот рисунком. Распределили петли. То есть, в следующий ряд, что мы делаем? Здесь нет, кстати, ростка. Абсолютно очень легкое, простое вязание. Что мы делаем в следующий раз? В следующем ряду, после распределения петель. То есть, поставили маркер вот здесь, вот здесь. Потом, место, значит, нашего реглана, я сейчас скажу по петлям. Опять маркер, две петли константа, маркер. И вот это расстояние по спине, и опять здесь два маркера. Ну, можно один поставить, если вы понимаете, что вот эти петли у вас константа, и нужно прибавлять следующую прибавку за вот этими петлями. Можно поставить прям два маркера выделить, а пять петли рукава на реглан, и вот здесь маркер. И все. Дальше мы вяжем с прибавками. Что мы делаем? Прибавки вот сюда, значит, на линию V-образного выреза, я делала через ряд. Через ряд, я имею ввиду, через каждый лицевой ряд. А прибавки по регланным линиям делала в каждом лицевом ряду. Вот и вся арифметика. Еще раз. Сюда прибавляем через лицевой ряд. Не в каждом лицевом ряду. А вот здесь вот прибавки делаем в каждом лицевом ряду. Итак, давайте проговорю. Распределили петли, ну, начиная где-то со второго ряда делаем, провязываем 13 петель резинки, прибавка, дальше там идет одна петля, прибавка, две петли константа, это у нас регланная линия, прибавка. Дальше идет линия, значит, рукава до маркера, прибавка, две лицевые, это линия реглана, прибавка. Дальше вяжем до следующего маркера, здесь делаем прибавку, две лицевые, прибавка, линия рукава. Опять сделали прибавку с одной и с другой стороны, и вот здесь прибавка. Возвращаемся изнанкой без изменений. В следующем ряду делаем то же самое. Только вот здесь мы не делаем прибавку на V-образную горловину, а там делаем прибавку. Все, мои хорошие, больше никаких расчетов. Дальше просто вяжем. Когда мы решили, что наша V-образная горловина готова, мы прекращаем делать вот здесь прибавки и вяжем просто прямо. У меня это уже как раз вот получилось, значит, когда я дошла до того, когда уже нужно делать подрез на рукав. Здесь он у меня состоит из 10 петель. Вот я сейчас вам его покажу, если удастся. Думаю, что удастся. Вот я здесь просто набрала 10 петель и потом пошел вязаться. Рукав отдельно один и рукав отдельно, конечно, второй. Но я сначала вязала туловище, а потом вязала рукава. Вот, никаких расчетов. Я просто примеряла эту вещь на хозяина этого кардигана. И все. Здесь достаточно длинная, ну, как бы, вот вы видите, длинная регланная линия. Сейчас возьму сантиметр, померяю, скажу. Я даже, честно говоря, девочки, я даже не знаю, сколько у меня здесь сантиметров. Мне это не важно. И даже не знаю, сколько вот здесь вот ширина. Сейчас померяю, вам это озвучу. Но повторюсь, что все это я делала вот по примерке. Итак, смотрим. Если не учитывать вот эту планку, а мерить чисто регланную линию, то она составит 40 сантиметров. И вместе с подрезом. Вот вы видите, регланная линия достаточно длинная. У меня получилось 40 сантиметров. Сейчас померяю ширину вот туловища получается. Итак, ширина туловища, ну, то есть перед спинкой. Если вот так вот сделать нахлёст вот эту вот нашу планочку, получилось у меня 60 сантиметров. Вот вы видите. Ну, и высоту изделия я имею в виду вот от линии плеча и до низа изделия. Вы можете, конечно же, регулировать это уже на ваше усмотрение. Сейчас скажу про высоту. Итак, высота от самой, значит, выпуклой вот здесь вот точки получается, самой высокой точки и до низа изделия составила где-то 70 сантиметров. Что хочу сказать ещё по этому кардигану. Значит, он получился двусторонний. Вот, смотрите, вязался просто лицевой гладью. Планка, резинка один на один. А здесь внедрён вот этот рисунок, который состоит из 18 петель. Вот эта вот косичка, она тоже двусторонняя. Такой косичкой я вязала уже свой кардиган, который попал в журнал мод, который я назвала «Восток белый». Кто со мной давно на канале, тот видел. Этот же рисунок я внедряла уже Лёшику в его джемпер подарок. Вот. И вот настолько он понравился. Ну, честно говоря, мне хотелось быстро связать и осваивать какой-то другой рисунок. В общем, мне было лень и не было времени. Я всё-таки торопилась ко дню рождения и, в общем, связала то, что уже могу вязать. Опять же, по своим мастер-классам. То есть, забыла, как это всё делается. Открывала видео и вязала. Так, значит, здесь, что хочу сказать по петлям, когда я перешла на резинку. Снизу я ничего не убирала. То есть, вот как у меня вязалось вот это вот полотно сверху, так я и вязала резиночку. Здесь вся фишка, почему вот оно присборено. Вся фишка в размере спиц. То есть, я очень туго вязала на двойке резинку. Основное полотно 2,75. Здесь, значит, двойка. И вот этот вот размер, уменьшенный размер спиц по резинке дал мне вот такой вот эффект, что, ну, как бы, хорошо присбаривает. Сейчас Лёшик примеряет, вы посмотрите. И не нужно было здесь убавлять никакие петли. В чём уникальность этого кардигана? Девочки, он двусторонний. Значит, смотрите, я сейчас вывернула его, как бы, на вторую сторону, потому что здесь нет ни изнанки, ни лица. Вот к нам Пуся прибежала. Наверное, птичку увидела. Пуся, иди, не мешайся. Птичка там, да? Птичка! Где птичка? Где птичка, Пуся? Где? Иди туда, иди, моя хорошая. Вот всегда ей нужно в кадр. Значит, смотрите, получается, что с другой стороны у нас изнаночная гладь. И на фоне вот этой изнаночной глади, во-первых, появляется очень чётко выраженная планка. И появляется чётко выраженный вот этот декор по рукаву. Видите? На изнаночной глади очень красиво смотрится вот именно вот этот узор. Смотрите, какая красота. Вот Лёшику нравится больше именно вот эта изнаночная сторона. То есть выраженная планка, выраженный, ну, как бы, вот эта резиночка один на один, ярко выраженная. Вот этот узор. В общем, видите, какая красота получилась. Так что вот этот кардиган можно носить как лицевой гладью, так и с другой стороны. Вы не найдёте здесь ни одного узелка. Да, вот здесь вот очень много этих узелков, когда я добирала вот здесь вот петли на подрез, вот эти 10 петелек. Ну, в общем, конечно же, были соединения. Ну, понятное дело, 500 грамм это уже как минимум 5 узелков. Кстати, ни одного узелка, никаких изъянов, там, утолщения или утоньшения пряжи не было, в общем, ни в одном моточке. Я читала отзывы об этой пряже. Многие девочки пишут, что там вот какой-то брак бывает. Не знаю, я брака не нашла. И с таким натуральным составом, и с такой ценой, значит, я вот докупала моточек, что-то 200, ну, пусть даже 300 рублей стоит 100 грамм пряжи. Для такого состава, я думаю, что это недорого. И потом, несмотря на то, что вот он достаточно, ну, я бы сказала, средний, он и не тонкий, и не толстый, но ближе к тонкому кардигану он достаточно тёплый. Потому что альпака и шерсти, это само за себя говорит, сам за себя говорит этот состав. Единственное, что вот здесь вот, вот эта регланная линия, видите, ну, красиво всё равно смотрится. Я тут, поскольку Лёшек сказал, мне больше нравится вот эта сторона, хотелось пройтись тамбурным швом, ну, чтобы вот лицевые вот эти петельки подчеркнуть. Ну, в общем, не стала это делать, смотрится красиво и так. Так что вот, получился такой кардиганчик ко дню рождения с опозданием. Ну, я думаю, что хозяину нравится. Да, чуть не забыла ещё про одну тонкость. Вот здесь вот, чтобы вот в районе шеи не растягивалось полотно, я прошлась тамбурным швом, но не по всей планке. А вот вы видите, вот откуда. От второй регланной линии и по планочке. Вот здесь вы видите этот тамбурный шов. Вот он. Он закрепил мне вот этот район шеи, да, чтобы вот здесь изделие не вытягивалось. Визуально это никак не видно. Видите? Вот если я приближу. Вот он, этот тамбурный шов. Вот она, эта косичка. Но он даёт вот чисто, вот видите, изделие не тянется. Если вот здесь вот мы видим, что здесь больше тянется изделие, то здесь закреплённое вот этим тамбурным швом, это расстояние придало жёсткости. Ну и, наверное, немножко изменился по этому вид. Что хочу сказать ещё по стирке. Значит, пряжа совсем чуток отдала краску. У меня вода была немножко такого голубого цвета. Вот чтобы сказать, что совсем не линяет, я не могу. Линька есть, но она несущественная. И изделие практически не изменилось в размерах. Вот какое оно было до стирки, таким оно осталось после стирки. Ещё хочу дать вам одну рекомендацию, как я выкручиваю изделие, как я его сушу. Значит, смотрите. После того, как я оно кое-как руками слегка отжало, я растилаю изделие на махровом полотенце. Сверху кладу ещё один слой махрового полотенца. И немножечко танцую своими ножками по этому полотенцу. И буквально на следующий день мой кардиган сухой. То есть второе полотенце, которое я положила, я, естественно, потом его снимаю. Перекладываю изделие на сухое полотенце. То есть снизу тоже вот это мокрое всё убираю. И, в общем, это никак не деформируется и имеет очень красивый вид. Ну вот, мои хорошие, рассказала. Сейчас пойду готовить любимого к видеосъёмке. И мы посмотрим, как же этот кардиган без пуговиц Аквамарин сидит на хозяине. Друзья, совсем забыла вам немножко рассказать про рукав. Как я делала убавки, сужение рукава. Тоже всё очень-очень просто. Смотрите, начиная со следующего узора. Ну, то есть вы видите вот рапорт узора. Я даже не знаю, какой здесь рапорт. То есть как только я доходила до перекрещивания, вы видите вот эти вот, я делала перекрещивание и сразу здесь убавочку с одной и с другой стороны. То есть ставила здесь маркер и перед ним убавляла. Потом провязывала одну лицевую, которая константой была, ну, как регланная линия. И за этой лицевой делала следующую убавку. Всё убавила, вяжу прямо, дохожу до следующего перекрещивания, опять делаю убавочку. И всё очень-очень просто. Когда я довязала 6 вот таких вот рапортов, начиная вот отсюда, то есть вот считаем раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот на этом уровне я участила убавку. То есть я делала убавку ещё и, ну, по центру где-то вот этого аэропорта. Там даже не придерживаясь такой чёткости. Провяжу вверх немножко, там пять рядов, наверное. Сделаю убавку. Потом иду до следующего перекрещивания. И тоже делаю убавку. И вот это вот расстояние у меня просто было с более частыми убавками. Всё. Дальше я вот здесь вот сократила убавки сразу. Сделала убавки до перехода на резинку. Вот здесь вот, где узор. Каждую вторую. Ну, то есть две вместе, две вместе, две вместе, две вместе. Здесь ничего не убавляла. Сделала здесь вот почему так, чтобы вот в этом месте, поскольку, видите, узор вот такой тут резинка, поэтому мне пришлось, вот вы видите, видите, две вместе, две вместе, две вместе. Вот здесь вот я из 18 петель узора я оставила 9 петель. В итоге, когда у меня осталось 88 петель на спицах, я перешла на резиночку 1 на 1. Опять же, поменяла спицы на меньший размер. Здесь я вязала на двоечке эту резинку. И достаточно плотно. Закрывала петли я обычным, самым обычным способом. Закрывала крючком. Думаю, что вы знаете про закрытие петель крючком. Если не знаете, напишите в комментариях. Я вам потом это покажу. Но там все очень просто и намного удобнее. В итоге у меня здесь ничего не растягивается. Резинка не фолдит. И закрывала, как закрывала. Там, где лицевая, лицевой закрывала. Там, где изнаночная, закрывала изнаночной. Низ изделия также закрыт самым обычным способом. Крючком и то же самое. Лицевую закрывала лицевой. Изнаночную закрывала изнаночной. Здесь тоже достаточно плотно. Ничего не растягивается. И все хорошо выглядит. Ну, теперь, надеюсь, все. Если что-то непонятно, спрашивайте. Возможно, сейчас я вяжу там шарфик. В следующем видео как-нибудь покажу вам. И, возможно, свяжем подобный кардиган. И на себя хочу связать. Он, в принципе, этот кардиган унисекс. Он подходит как мужчинам, так и женщинам. Кроме того, что он двусторонний, он еще и не имеет пола. Ну, а теперь давайте посмотрим этот кардиган на Лешике. Привет, привет! Передает Лешик всем. Итак, сейчас кардиган на Лешике с изнаночной стороны. Ну, то есть, даже неправильно сказала. С одной из сторон, где изнаночная гладь. А вот так вот это смотрится. Сейчас я отойду подальше. Леш, повернись, пожалуйста. Вот так вот сидит. Леш, немножко туда. Я не хочу, чтобы меня видно было в зеркало. Не при параде. Сейчас перевернем на другую сторону. Вот видите, очень красиво смотрится вот этот узор. Именно по изнаночной глади. Ярко выражено. Сейчас я вот так вот проведу. Рукава я сделала немножко с напуска. Ну, то есть, вы видите, что он не короткий. Вот если его вот так вот опустить. Тоже важный момент. Ну, Леш, нормально, опусти руку. Вот. Ну, Лешик любит и их немножко закатывать. В общем, да. Делает вот так вот его. Любимая такая нотка. Немножко брутальности. В общем, вот такой кардиганчик получился. Сейчас выверни, пожалуйста, его на другую сторону. Итак, мы перевернулись на другую сторону. Вот так вот кардиган смотрится по лицевой глади. Видите, рисунок выглядит уже немножко по-другому, но тоже красиво. Так что вот такой двуглавый бок Янус. Лешик, тебе нравится? Очень. Тепло ли тебе? И не колко. Да. Вот Лешик подтверждает то, что он не колется. Может быть, это вот фишка, если не споласкивать порошок. Вот. И к тому же очень хороший запах. Не знаю, может быть, это запах порошка. Может быть, запах козы вместе с порошком. Но вот такой кардиганчик у нас получился. Жду ваши комментарии, мои хорошие. Напишите, как вам такая модель. Очень хочу связать себе что-то подобное. Если буду вязать себе, тогда уже с самого начала постараюсь это все вам показать. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Очень соскучилась. Всех люблю. Обнимаю. И до встречи. С вами была Елена Ситникова и мой любимый Алексей. Пока-пока.